У моды, как и у любви, нет возраста, поэтому быть стильной и красивой мечтают не только девушки, женщины, а и девочки. Сегодня гораздо проще узнать о новых тенденциях, гораздо легче что-то купить, однако есть такой сегмент в одежде и культуре, как школьная форма. И тут уже все зависит от страны, города и школы, гимназии, лицея. Есть учебные заведения, в которых введена своя собственная уникальная форма, в которой ученик легко узнаваем среди толпы других людей, благодаря конкретным акцентным цветам или принта и кроя костюма. Но у нас чаще всего, даже если и встречаются учебные заведения со своей формой, то чаще всего это конкретный цвет ткани для пиджаков или юбок, или для всего костюма целиком, либо в правила входит пункт, что все мальчики обязательно должны быть в жилетках, например. В общем, правила для формы были всегда, это нас уже не удивляет, а вот что удивляет, так это выбор вещей и аксессуаров, которые без труда можно нарыть сегодня, чтобы не наругали и чтобы быть особенной. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, а это видео я решила снять в преддверии 1 сентября для самых юных модниц. А вообще, это видео будет полезно посмотреть уже давно не школьницам, так как я буду стараться поговорить на эту тему раскрыто со всех сторон и показать, какие образы на сегодня модные и пригодятся в деловом гардеробе. Когда я вспоминаю свое школьное время, то у нас были пункты на тему того, чтобы все ходили в брюках, а не джинсах и юбках не из денима. Лучше всего были белый верх и черный низ. Когда я вспоминаю наши школьные годы в этом пункте, у меня начинает дергаться глаз, но сегодняшним школьницам повезло гораздо больше, так как проблему с нервным тиком легко решит белая рубашка простого кроя из качественного материала и классные брюки. Под словом классные брюки я подразумеваю какие-то фасоны с какой-то изюминкой, какие-то особенные, необычные, не такие как у всех. Брюки могут быть очень узкими, прямыми, расширяющимися к низу. Посадка завышенная, посадка заниженная. Брюки могут быть со стрелками, с заутюженными, с прошитыми. Стрелки могут быть только спереди, а могут быть и спереди, и сзади. Обработка гульфика может быть изюминкой даже в самых классических брюках, классического черного цвета. Задние карманы. Чаще всего они присущи мужским брюкам, но на сегодняшний день, помимо большого количества масс-маркетов, в каждом городе есть несколько, ну или много шоурумов местных дизайнеров. У них вещи часто эксклюзивные, интересные и не стоят огромного состояния. Пусть дизайнерские брюки и будут дороже, значительно дороже масс-маркетовых, зато вы будете особенными, да и вообще вам в них ходить большую часть года, можно и прикупить. С брюками примерно определились, а что поверху? Всегда очень дорого и стильно смотрится рубашка прямого кроя. Риталлиный силуэт, как по мне, очень дешевит образ. Рубашки в белом и молочном тонах всегда выглядят свежими. Обратите свое внимание на фасон с опущенным рукавом и с одним простым накладным нагрудным карманом. При этом классический воротник подойдет больше всего, так как он никогда не выйдет из моды, и с такой рубашкой можно создать различные образы, например, такие как расстегнуть верхнюю пуговицу и повязать платок на шею под воротник. Если нельзя яркий принт, например, леопардовый, то подойдет даже тон в тон белый или молочный. В любом случае этот аксессуар добавит изюминки к образу, а классический воротник не будет сильно обвисать при расстегнутой пуговице так, как если бы он был более объемным. То же самое касается и следующего варианта. В холодную пору нужно утепляться, так что под рубашку надеваем черную или темно-синюю водолазку, рубашку застегиваем наполовину и все это дело заправляем в брюки. Чем еще можно украсить образ с белым верхом? Накладные манжеты. Они могут быть хлопковыми или кружевными, в тон рубашки или контрастными. В любом случае образ будет интересный однозначно. По факту мы решили вопрос с белым верхом и черным низом, но мы же продвинутые, поэтому идем дальше. Кстати, чуть не забыла, можно поискать в магазинах или пошить на заказ рубашку с манжетами под запонки. Это классный и люксовый ход. Такие рубашки всегда из хороших тканей, а запонки можно приобрести в винтажном магазине, и таким образом нужный аксессуар станет в вашем образе вишенкой на торте. В нашем незамысловатом, но стильном образе должны быть чистые туфли, ботинки. У каждого свои финансовые возможности, но за чистотой обуви нужно следить, если она стоит копейку или миллион. И так как на нас брюки, то ремень в тон обуви завершили бы наш образ. Сюда еще можно добавить и серьги, и акцентную помаду, но это если такой образ уже для более взрослой девочки, которая уже в универе или работает в офисе, и с этим можно экспериментировать. Огромное спасение это жилеты. На сегодня можно утонуть в их разнообразии. Это и костюмные варианты, более строгие, по всем правилам, с прорезинными карманами и регулятором талии на спинке. Это и вязаные, которые на сегодня не только в моде, но они еще и полезны в холодную пору. Бывают жаккардовые жилеты, но такие можно найти в дизайнерских шоурумах. Такие жилеты пошиты в классическом стиле, однако ткань не всегда спокойных тонов. Но невзирая на это, вещь смотрится винтажно, и при хорошем сочетании в образе, что все остальное было по правилам подобрано, вам не должны сделать замечания в внешнем виде. Если у вас нет жестких правил по дресс-коду, то можно рассматривать абсолютно любые варианты, отталкиваясь от допустимой длины и цвета. Например, очень элегантно и женственно смотрятся шелковые юбки миди в сочетании со свитером. Юбки-карандаш на сегодня не актуальны вообще, и в принципе существуют различные другие более удачные фасоны. Например, теннисная юбка, но тут обязательно важно выбрать нужную длину, чтобы не выглядеть пошло. Такие юбки различаются не только тканью и их цветом, но и размером и типом складок. Складки бывают односторонние, встречные, бантовые, веерные. Они могут начинаться от пояса на талии, быть частично застроченными, заутюженными сверху донизу, или не заутюженными совсем мягкие складки. В сочетании с блузой или объемным свитером такая юбка смотрится стильно, и с этим нельзя не согласиться. Платье школьницы просто обязано подойти к походу в школу. Такие платья сегодня носят и модницы в офис. Самое главное отличие это глубина декольте и длина юбки. Все должно быть в меру. В таких платьях бывает часто воротник, а если его нет, но фасон платья позволяет такую возможность, то можно обзавестись парой накладных воротников и менять их под настроение. Сюда же круто впишутся накладные манжеты или хлопковая кружевная юбка, которую можно пододеть как подъюбник, тем самым создавая многослойность. На холодный сезон очень выигрышно иметь стрикотажное платье в стиле водолазки под горло. Платье может быть как с рукавами, так и без. В случае с платьем с рукавом поверх можно надеть массивные часы. Также поверх платья можно накинуть контрастную рубашку, а если не надевать, используйте ремень, чтобы подчеркнуть талию. Мы уже говорили о белой рубашке классических светлых тонов, но кто сказал, что она не может быть черной или, например, коричневой, сюда я хочу еще отнести и блузы. Выбрать необычную интересную блузу на сегодня не составляет особой сложности. Блузы могут быть с акцентным рукавом, воротником или с необычной застежкой. Блузы могут быть из прозрачных тканей, но тут стоит не забывать, что лучше всего на такую блузу будет поверх надеть жилетку. Благодаря тому, что в последние сезоны пиджаки были популярными, их фасоны так разнообразны, что глаза разбегаются. Главное собрать глаза в кучу и выбрать один, два, которые станут вашими верными спутниками на предстоящий год. Пиджаки как в школу, так и в офис носят достаточно часто, поэтому не скупитесь и приобретите качественную модель. Если будет стоять выбор между добротной классикой и хлюпенькой трендовой моделью, делайте ставки на качество. Ничто так не портит образ, как дешевый пиджак. Итак, пиджак может быть немного приталенным, может быть прямого кроя, объемный, как с мужского плеча. Лацканы – это та деталь, которая также помогает отличиться. Традиционно выделяется три вида лацканов – прямоугольные, заостренные и шалевые. Шлица – тоже интересный акцент в изделии, однако в масс-маркетах часто пиджаки без шлиц вообще. Но тут нам на помощь приходят дизайнерские шоурумы, в которых мы и находим пиджаки с классической шлицей по центру или с более глубокой. Бывают шлица на молнии, а бывают по диагонали. Интересный вариант, который присущ больше мужским пиджакам, но дизайнеры чаще прибегают к нему сегодня в женской вариации изделия – разрезы по бокам. Безусловно, интересный пиджак выглядит при наличии нагрудного кармана. А также обратите внимание на основные карманы. Бывают пиджаки, в которых с одной стороны делают два кармана друг под другом, а с другой стороны один. Тоже необычно и свежо выглядит. Думаю, вы удивились – корсет? В школу? В офис? Но я бы хотела вас успокоить и уверить в том, что на сегодня корсет – это не вульгарно, а очень красиво и интересно. Я предлагаю вам обратить внимание на те корсеты, которые более сдержаны в фасоне, которые легко сочетаются с белой рубашкой, которая уже есть в вашем гардеробе. В зависимости от корсета его можно надевать поверх платья или даже пиджака. Просто не надевайте его на голое тело, либо накиньте сверху пиджак. Кстати, бывают корсеты с рукавом. Подобный верх можно носить и самостоятельно. Аксессуары, которые точно не запретят – это часы, ремень, галстук, классический галстук-бабочка, запонки, платок на шею, подтяжки для брюк. Что можно добавить к этому списку смело? Накладные манжеты, накладные воротники, белые носки, которые немного торчат из обуви. Я не считаю, что в деловом стиле уместны туфли на среднем, а уж тем более высоком каблуке. Деловой стиль подразумевает не только сдержанность, но и комфорт. Так что я предлагаю обратить внимание на туфли с низким каблуком. Интересно будут смотреться туфли в стиле Mary Jane. Матовые, лакированные, черные, белые. Лоферы всегда элегантны и удобны. Квадратный нос. И тут те же лоферы, и балетки, и на холодный сезон ботинки. Очень интересная и необычная такая обувь завершит ваш образ. На шнуровке. Это могут быть ботинки в стиле берцев со средним или высоким голенищем. Не смогла я не затронуть эту деликатную тему. Мир косметики и парфюмерии огромен, однако выбор должен быть уместным и сдержанным. Для девушки, работающей в офисе, а уж особенно для школьницы. Сейчас времена тиктока, и многие подростки делают себе странный макияж, чем, несомненно, подчеркивают свою индивидуальность. Но куда сложнее быть индивидуальной, в принципе, без всей этой мишуры. Следить за состоянием кожи лица, ухаживать за формой бровей, больше спать, чтобы не было синяков под глазами. И чаще быть на свежем воздухе, чтобы был природный, здоровый румяник. Конечно, лучше всего не запариваться и нарисовать себе все, что только пожелаешь, хоть звезду во лбу. Девочки, девушки, наша молодость так не вечна. Кайфуйте от себя, любите себя. Чаще всего девушки красятся, чтобы быть лучше, чтобы парни обратили на них внимание. А парням нравится природная красота, так что предлагаю обратить внимание на натуральный макияж. Такое, что скрывает недостатки, подчеркивает достоинства. Вблизи лицо не выглядит, как картина в лувре с кучей слоев краски. Согласно, молодость нам дается для того, чтобы пробовать что-то новое, экспериментировать. Но сложно представить активный макияж, например, в готическом стиле, в школе или в офисе. В свободное время эксперименты имеют место быть. С парфюмерией так же. Все точно так же. Не стоит выбирать слишком сладкие или слишком тяжелые ароматы. Но даже если у вас именно такой, то наносите его немного. Не нужно обливаться духами с ног до головы. Просто представьте ситуацию, в которой вы переборщили с духами и еще пару человек. Учебное заведение или рабочий офис – это замкнутое пространство, где люди вынуждены определенное время быть вместе в одном пространстве. В общем, парфюм наносим в меру так, чтобы окружение, ближайшее к вам, находилось в легкой эйфории от шлейфа и никак не было сражено на повал. На этом видео подошло к своему концу. И что я на это все хочу сказать? Конечно, не обязательно всегда следовать правилам, тем более, что сегодняшние реалии предлагают нам огромный выбор в любой нише. Все же я предлагаю вам не следовать слепо за какими-то новинками. Деловой стиль всегда модный, если он качественный и подходит вашей фигуре. Поэтому подбирайте добротные вещи, которые можно будет сочетать между собой. Тогда всего из нескольких вещей вы сможете скомбинировать различные образы, а аксессуары вам в этом помогут.